Всем большой привет! Меня зовут Лариса и я очень рада, что вы заглянули на мой канал. И сегодня на повестке дня у нас такая замечательная, милая палетка от Colourpop Star Wars Mandalorian с таким безумно милым бэби-йодой. Я не могла пройти мимо этой палетки, потому что она просто, наверное, попала в мое сердце. И я точно решила, что я хочу, чтобы у меня в коллекции была эта милая мордашка. И, наверное, большинство людей, так же, как и я, решили, что хотят эту палетку только ради вот этой вот красивой такой картинки милой. Но когда эта палетка пришла ко мне, я ее сразу же посвочила, и я поняла, что я безумно влюбилась в эту гамму, в эту текстуру. Мне очень-очень понравились оттенки. Давайте я вам покажу, как выглядит цветовая гамма. На первый взгляд она, конечно же, выглядит очень-очень зеленой, и ее вроде бы как универсальной совсем не назовешь. Но благодаря вот этим вот двум коричневым оттенкам, это такой растушевочный оттенок, который красиво вводит все другие оттенки в кожу, смешивает. И вот этот вот такой темный, темно-коричневый, даже слегка, наверное, красноватый, он дает вот такую вот хорошую глубину затемнения. Это как бы вместо черного оттенка. И в сочетании вот с вот этими всеми зелеными выглядит просто идеально. По сравнению с палеткой Mulan, у палетки Star Wars есть зеркало, у Mulan нету. Видите, она такая большая, в принципе, сюда можно было поставить зеркало, но они этого не сделали. Но благо в этой палетке есть зеркало, и это очень удобно. Зеркала, я считаю, должны быть, потому что вы можете легко взять одну вот эту палетку где-то с собой, если вы вдруг путешествуете. Она маленькая, удобная, компактная. И есть зеркало, вам не нужно брать с собой еще дополнительное какое-нибудь зеркало. Давайте пробежимся по текстурам. В этой палетке 9 оттенков, 4 матовых и такая уже узнаваемая текстура, знаете, вот матового оттенка с каким-то шиммером, с вкраплением блесточек внутри. Это один у нас рефил, один такой масляный, дуохромный, вроде бы он такой белый, блестящий. Я очень люблю наносить его в уголок глаза. Тоже переливается такой с желто-зеленым. Шиммерный, немножечко вот как дуохром, он на такой коричневой базе, золотой. С зеленым, если я вот так вот буду постоянно вот показывать, видите, он то коричневый, то золотой, то вроде бы зеленым отдает. Вот этот вот зеленый оттенок, он такой сатиновый. И тоже вот мне кажется, что он немного дуохромный, потому что у него блесточки переливаются вот из зеленого в золотой. Тоже очень красивый оттенок. Вот этот вот такой вот самый холодный оттенок, он вроде бы тоже зеленоватый, но мне больше отдает каким-то таким серебристым оттенком. Наверное, это не самый мой любимый такой оттенок. Посередине самый центральный оттенок, это самый главный оттенок. Я ним, конечно, не так часто пользуюсь, но это вот как кожа самого Баби Йоды. Поэтому он располагается у нас в центре самой палетки. Вы знаете, я уже делала несколько макияжей с этой палеткой, но я так ждала этого момента, чтобы сделать это с вами. Здесь есть пленочка. Это, наверное, мой любимый момент. Красиво. Здесь очень красивое, ровное такое зеркало. Мне очень нравится. Так, ну давайте будем делать макияж. Сейчас я сделаю макияж, который мне больше всего нравится. Вот эта вот комбинация оттенков. Конечно, здесь вариаций макияжа очень много. Очень. Вы можете буквально любой, как коричневый сделать, зеленый. Можно полностью зеленый, можно такой золотистый более сделать. В общем, сейчас посмотрим. Я сделаю тот, который мне уже очень сильно полюбился. Я его делаю как бы чаще всего. Я уже нанесла тональный, сделала брови, нанесла консилер. И сейчас мы будем приступать к глазам. Давайте я наберу, наверное, сначала вот этот вот растушевочный оттенок. И занесу. Я, кстати, взяла кисть от Анастасия Беверли Хиллз. Она у меня такая двусторонняя, здесь более плоская, короткая, здесь пушистая. И вот пушистой стороной я набираю растушевочный оттенок и буду затемнять верхнее веко и делать уже форму сразу же вот этим вот оттенком. Вот этот вот цвет, который я сейчас наношу, он очень красивый, растушевочный. Он прекрасно вводит все оттенки в кожу. Опять же, я такие оттенки, я уже говорила про мулан, то же самое. Есть там немного похожие, но более холоднее оттенок. Такой он уходит больше в нейтральный. Вот. Мне такие цвета очень нравятся, потому что я их часто использую для повседневного макияжа, когда ты можешь просто нанести вот такой вот оттенок, сделать стрелочку, накрасить реснички, и макияж уже готов. Форма готова, и вы просто посмотрите, как оно красиво растушевывается и втушевывается в кожу. Безумно, безумно довольна этой палеткой и вообще ни разу не пожалела, что я ее приобрела, хотя я на нее не возлагала каких-то больших надежд. Теперь я хочу нанести зеленый, темно-зеленый оттенок. Float Your Creep называется. Теперь я возьму другой конец кисточки и вот этим вот темно-зеленым оттенком затемню. Но не саму вот эту вот складку, видите, я немножечко отступаю. И вот как бы вот здесь вот я начинаю наносить вот этот вот зеленый оттенок, темно-зеленый. И протягиваю этот же оттенок в складку века. Сначала я наношу больше плоской стороной, а потом я возьму и большой растушевочной кистью растушую это все вместе с этим коричневым оттенком. Делаю то же самое со вторым глазом. Вот я нанесла очень много и теперь я протягиваю это к внутреннему уголку глаза. И растушевочной кистью, здесь уже был предыдущий коричневый оттенок, я это все втушевываю в коричневый. Я не завожу вот этот вот темно-зеленый слишком сюда высоко, потому что я буду брать темно-коричневый. И когда я буду наносить вот сюда вот и протягивать, я хочу немножечко выше над зеленым провести этот коричневый, чтобы было еще лучше смешение. Вот смотрите, как я сейчас это буду делать. Вот видите, какой коричневый. И теперь я этот коричневый, немножечко выше зеленого, темно-зеленого, свожу к растушевке. А теперь это все я попытаюсь растушевать. Вот такая красивая у нас растушевка получается здесь. И сейчас сделаем то же самое, как по мне, так тушевка получается очень красиво. Так, теперь я возьму такой зеленый оттенок, который матовый, но с блестками. Little Frog он называется. И растушую практически по всему веку. Вот видите, уже более такой зеленый оттенок получается. Более насыщенный, я бы сказала. Нет, вы знаете, я не буду, наверное, растушевывать по всему веку, потому что дальше я хочу взять оттенок Sipping Soup. Вроде бы он так называется. Вот посмотрите, как он выглядит. Это просто шикарный оттенок, мне он безумно нравится. Все цвета кисточками наносятся очень хорошо. Опять же, я не буду его наносить близко к уголку глаза, потому что мы там возьмем еще парочку оттенков, потому что я опять же хочу показать максимально все оттенки. У меня есть маленький лайфхак, как наносить красиво блестяшки. Мы все уже забыли про вот такие вот кисточки, спонжики, что это такое. Я уже не помню, как они даже называются. Но часто мы из палеток всех не очень дорогих, мы их всегда пытались выкидывать. Но я специально купила вот такую вот огромную пачку, потому что они очень удобны. На самом деле вот мы всегда берем какие-то шиммерные оттенки, маслянистые оттенки. Мы всегда пытаемся что-то нанести там пальцем, да, вот размазать пальцем у нас получается лучше всего. Но мы забыли про вот эти вот аппликаторы такие, и я считаю, что это еще лучше наносит, чем палец. Во-первых, это удобно, потому что он маленький. Если у вас есть вот такие вот ногти, ну не такие, конечно, может у вас вообще просто есть какие-то ногти, и вам неудобно где-то залазить, где-то в уголок глаза наносить, и это не всегда очень аккуратно получается, потому что пальцы у нас не особо тоненькие. И вот такие вот штучки, они очень-очень сильно пригождаются. Что я делаю? Я беру фиксирующий спрей, это может быть любая вода, просто взбрызгиваю. И сейчас набираю свой любимый оттенок The Force, и посмотрим, как же он безумно красиво наносится. Вот так оно нанеслось на аппликатор, а теперь я буду переносить его на глаз. Посмотрите. Вы видите, какая-то красота. Ну, верхние веки мы уже практически накрасили, теперь нужно закончить с нижними веками. И там мы проделаем практически то же самое. Сначала я практически ближе к центру наношу, видите, я не дохожу вот здесь вот до уголка глаза, я здесь ничего не делаю. Я отступаю немножечко и наношу темно-зеленый. Это будет практически то же самое, как мы делали на верхнем веке. Вот совсем чуть-чуть. Теперь я той же кистью набираю темно-коричневый оттенок и уже наношу в сам уголочек глаза. Соединяю с верхним глазом. Но здесь я уже не буду наносить зеленый сатиновый оттенок, я, наверное, сразу же нанесу золотой. Хотя, знаете, мне, наверное, хочется затенить немножечко уголочек глаза вот здесь вот внутри. И поэтому под золотым я все-таки немного пройдусь какой-нибудь плоской кисточкой и возьму зеленый матовый с блесточками и пройдусь под золотым. Так я немножечко очерчу глаз и придам ему форму. Ну, а теперь тоже один из моих любимых оттенков. Это оттенок в уголок глаза. Он такой, этот топпер, он полупрозрачный. Но при этом дает такое красивое желто-зеленое сияние. Здесь вся палетка такая вся желто-зеленая. Обожаю такие цвета вообще. Это самый первый вот этот вот оттенок. Я его набираю вот этим вот аппликатором. Смотрите, как красиво сияет. И как мне нравится этот макияж. Он безумно красивый. Я не знаю, наверное, камера просто не передает всего того, что я вижу сейчас здесь просто в зеркале. Это определенно моя самая-самая любимая палетка. Кстати, я совсем забыла, что я заказала у Colourpop вот такое вот масло для губ. Его я тоже обожаю. Просто мажу, наверное, все время и утром, и вечером, и днем. Губы становятся сразу же наполненные, мягкие, влажные. Вообще не знаю, я просто обожаю. Обожаю вот эти вот масла всякие. И, как видите, он немножечко с оттенком. Есть у него оттенок, но когда вы наносите на губы, практически этого оттенка не видно. И я вот забыла нанести. Нанесу, наверное, в конце уже видео, когда нанесу карандаш. Очень красиво сочетается с карандашом. И блеск такой вот прям благородный. Мне очень нравится. Так, ну что, сейчас мне камерой я доделаю свой макияж, наклею реснички и вернусь уже к вам. Так, ну что, макияж практически закончен. Я уже нанесла румяна, наклеила реснички. Я не делала большую акцентную стрелку, потому что считаю, что макияж очень красивый. Его не нужно портить стрелкой. И накрасила губы карандашом своим любимым от NYX в оттенке 14-й Nude Suede Shoes. И сейчас я еще хочу нанести свой любимый хайлайтер от Wet n Wild. Это безумно красивый хайлайтер. Он очень сильно сверкает. Это рассыпчато в пудровом таком варианте. Очень-очень красиво блестит. Здесь 8 грамм. И на самом деле, мне кажется, что этого хайлайтера хватит на всю жизнь. Потому что для того, чтобы вам его нанести, нужно вот в этой вот крышечке... Я еще ни разу, кстати, в самой вот этой вот баночке я туда не касалась. Я всегда только вот набираю здесь немножечко в крышечку, в крышечке. Еле-еле касаюсь, немного стряхиваю и наношу. И наношу на щечки. И вы посмотрите, как оно сверкает. Оно сверкает, как будто это естественный такой блеск. Но при этом незаметны вот эти вот сами блестки. Очень натурально. И оно не создает абсолютно никакого светового пятна. То есть вот здесь вот как было, так и осталось. А когда вы поворачиваетесь, здесь очень красивый блеск. Сейчас я покажу на другой стороне. Тут вообще такой вот никакого оттенка не имеет. А вот такой вот натуральный блеск. Ну все, и ресницы я уже накрасила. Теперь я нанесу вот это вот масло для губ. Есть все-таки легкий оттенок, но это очень красивый оттенок. Мне так нравится. Кажется, что губы стали в 2-3 раза, наверное, больше. Как будто я пошла и накачала где-то губы сейчас. Как только вы наносите, оно моментально увлажняет губы. Вот прям сразу же вот разглаживает все морщинки. Сразу же они становятся наполненные, увлажненные. И даже когда этот блеск сходит, уже нет вот этого блеска, то после него остается ощущение максимальной увлажненности губ. Я обожаю просто этот эффект. Я, наверное, скуплю там все возможные оттенки. И прозрачные в том числе, потому что обожаю. Обожаю просто эти масла. Вначале я вам рассказывала о самой палетке, но я не показала свочи. Давайте посмотрим поближе палетку и посмотрим свочи. Вот так вот выглядят свочи. Это безумно красивые оттенки. Мне они все очень нравятся. Я наносила не на какую базу. Просто сухая рука с сухими пальцами. И вот так вот они переносятся. Так же они и выглядят. Вот это самый первый оттенок. Он такой топпер. Я его люблю наносить в уголок глаза. Сегодня мы с вами это так и делали. Это более такой серебристый оттенок. Это растушевочный матовый оттенок. Это мой обожаемый, любимый оттенок. Который золотой, зеленый на такой коричневой подложке. Вот этот вот центральный оттенок, который как кожа Баби Йоды. Это тоже доохромный такой зеленоватый оттенок. Безумно красиво смотрится на веки. Такой сатиновый. Идет матовый темно-коричневый. Такой, видите, немножечко красноватый. Темно-зеленый. Больше мне напоминает все-таки черный, наверное. Но такой черно-зеленый. И матовый зеленый с краплением блесточек. Очень тоже красивый оттенок. Ну что, друзья, теперь давайте поближе рассмотрим то, что у нас получилось. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, всем большое спасибо, что вы досмотрели этот обзор до конца. Я очень надеюсь, что вам понравился обзор. И также понравился этот милейший Баби Йода. Я не знаю, как он может не понравиться. Но я вам действительно рекомендую эту палетку. Не только потому, что здесь такая милая мордаха. А потому, что здесь просто шикарные оттенки. Очень красивые. И для меня лично универсальные. Потому что вы действительно можете сделать обычный коричневый макияж. И, конечно же, мне очень нравится вот это вот масло. Обязательно не буду пользоваться постоянно. И заказывать еще. Ну и всем спасибо за просмотр. Пока-пока.